Субтитры делал DimaTorzok Поехали! А начнем мы с новости Московского политеха. Ректор Московского политеха Владимир Миклушевский встретился с активистами общественной сферы деятельности. Мероприятие прошло с представителями Объединенного совета обучающихся, профсоюзной организации, волонтерами и кураторами. Основной целью встречи являлось развитие студенческого самоуправления. Также на этой неделе планируется встреча с активистами из сферы спорта и творчества. А теперь к мировым новостям! Маленькому лабрадору по кличке Мерфи всего три месяца. Он активно познает мир и набирается жизненного опыта. В один день любопытная собака увидела листодув в руках у своего хозяина. Эта штука вызвала у него огромный интерес. И хотя Мерфи понятия не имеет, для чего нужен листодув, он уверен, что все это предназначено для его удовольствия и развлечения. Мне всегда интересно и смешно наблюдать за чудными собачками. Таксист из Челябинска Руслан Земер решил стимулировать в своих пассажирах творческое начало. Горожане, которые соглашаются спеть в караоке во время поездки, не платят по счетчику. Водитель объясняет, что каждому клиенту он предлагает принять участие в акции. А кто не против, тот сам выбирает, какую песню исполнить. Отметим, что процесс исполнения песен мужчина с разрешения пассажиров снимает на камеру и выставляет в свой ютуб канал. А в будущем Руслан намерен расширить проект. Побольше бы таких таксистов я бы всегда ездила бесплатно. В Японии с помощью солнечного света и техники Моджо Ринго превращают яблоки в произведение искусства. Техника довольно проста. Как только плоды крупных сортов начинают формироваться, их укутывают в пакеты. Через некоторое время яблоки подрастают, но остаются практически белыми. Именно тогда пакеты убирают и на плоды наклеивают эластичные трафареты. Дальше в дело вступает солнце. Под его светом яблоки краснеют, а участок, прикрытый трафаретом, остается контрастно светлым. Подобную технику также называют яблочной татуировкой. А вы бы привезли такой сувенир другу? Но, боюсь, он не долетит и испортится. Музыкант Фрэнк играет на гитаре, а ему подпевает попугай Тито. Мужчина с прошлого года ведет ютуб-канал под названием Тито и Человек, на котором он выкладывает каверы на популярные песни. Тито живет в доме уже 18 лет, но раньше он никогда не подпевал песни. Как хорошо, что мужчине есть с кем попеть. На этом у меня все. А вы следите за каналом Московского Политеха, чтобы не пропускать добрые новости. Пишите комментарии, ставьте лайки, нам будет очень приятно. Я вам желаю хорошего настроения, до скорой встречи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тихо Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...